Профессия судебного исполнителя непроста. Для того, чтобы быть успешным в этой сфере, ему необходимо обладать высокими моральными и деловыми качествами. Он стоит на страже восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан, соблюдения и охраны интересов государства посредством правильного, полного и своевременного исполнения исполнительных документов. Следует отметить, что работа в органах принудительного исполнения – это прекрасная возможность лицам, не имеющим опыта работы в сфере юриспруденции, а также для выпускников высших и среднеспециальных учреждений образования по юридической специальности официально трудоустроиться, получить колоссальный опыт работы в юриспруденции, стать настоящим профессионалом. С 15 июля 2021 года в исполнительном производстве впервые вводится понятие «стажировка». Лицо, претендующее на занятие должности судебного исполнителя, может быть назначен в качестве стажера более опытного судебного исполнителя. Срок такой стажировки не превышает три месяца. Это делается с целью знакомления кандидата с работой судебного исполнителя, со спецификой работы в органах принудительного исполнения, получения каких-то практических навыков и знаний. В свою очередь для нанимателя это прекрасная возможность изучить личные деловые качества кандидата, изучить его навыки, знания, какие-то умения, его потенциал. В качестве стажера может быть назначено лицо, которое имеет высшее юридическое или среднеспециальное юридическое образование, а также успешно сдавший экзамен для лиц, впервые поступающих на государственную службу. Вместе с тем, для корректной работы законодательство, регулирующее исполнительное производство, должно динамично меняться с целью соответствия современным реалиям. Уже с 15 июля 2021 года внесены концептуальные изменения в действующее законодательство. Будет упрощен порядок обращения с жалобами к судебным исполнителям, установлены минимальные требования при подаче документов для рассмотрения претензий, а также исключено направление их копий сторонам. В том числе, для получения долга с субъекта хозяйствования, взыскателю не придется предварительно обращаться в банк. Еще одно новшество – при наложении судебным исполнителям ареста на ваше имущество, стиральная машина останется с вами, так как теперь она включена в перечень предметов, на которые не может быть обращено взыскание. Также значительно расширяются полномочия судебного исполнителя. На сегодняшний день к компетенции судебного исполнителя не относятся вопросы о принятии мер по обеспечению в виде временного ограничения должника в праве на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, право на охоту. Данная компетенция сегодня относится к компетенции судов, но с 15 июля эта компетенция уже будет у судебного исполнителя. Судебный исполнитель по некоторым категориям исполнительных производств сможет самостоятельно объявлять в розыск должника. Например, это взыскание в доход государства свыше 10 базовых величей. Еще концептуальные изменения в законодательстве связаны с реализацией имущества должника. На сегодняшний день в случае, если судебный исполнитель наложил арест на имущество, оно реализуется, как правило, с торгов публичных, специализируемыми организациями. И если оно не реализовано, подлежит переоценке всего лишь один раз на 20%. С 15 июля 2021 года переоценок будет 4, и каждая по 20%. То есть переоценка имущества будет до 80%. Перед каждой переоценкой имущества, имущество будет предлагаться взыскателям для того, чтобы это имущество было оставлено за ним в счет погашения задолженности. И еще один нюанс. 15 июля не будет являться основанием для окончания исполнительного производства направления решения суда о взыскании долга по месту работы должника. Теперь его работодатель в случае увольнения в течение трех дней должен будет возвратить этот документ непосредственно судебному исполнителю. Что касается принудительного сбора, то общая концепция взыскания принудительного сбора не поменялась. Она так и останется 10% от взысканных сумм или стоимости имущества. Но законодатель предусмотрел минимальный размер принудительного сбора. Он составит 0,5 базовых величин. Также законодатель предусмотрел возможность льготирования принудительного сбора. Он может уменьшиться на 50%, если стороны исполнительного производства заключат в установленном законном порядке мировое соглашение, либо медиативное соглашение. В таком случае исполнительное производство будет подлежать прекращению. Ознакомиться со всеми изменениями в законодательстве, регулирующем исполнительное производство, все граждане могут на национальном правовом интернет-портале Правобай.